Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Дорогие друзья, к сожалению, звонят по телефону. Это я давно, наверное, очень интересовалась. Вы уже в очередь становитесь, у меня уже и Газпром... За 6 дней я много где оставила. Что же вы так реагируете не сразу? Конкуренты не спят? Да, потому что конкурентов заняться нечем, а у нас очень большой поток клиентов. Да? Ну, значит, я не буду с вами работать, раз у вас много клиентов. Вы не будете уделять мне время, значит. Почему же не будем? Ну, потому что... А стоялок там много? А? Что? Ну, вот видите... Давайте я вам объясню. Вы же ищете себе отмазки, Алина. Ну... Что? Вы... Вы просто ищите себе отмазки. Как это отмазки? Это как представитель... ...так разговаривать, отмазки. Что это за слово такое, малый... мальчик? Мальчик, ничего себе, Алина. А что вы так общаетесь? А что это... Это ваша мама научила? Да, ваша мама научила вас говорить человеку незнакомому слово отмазки. Это что за сленг такой? Так вы отмазки себе ищите. Нет. Поэтому оставляли много занялок, поэтому вы сейчас и не работаете в этой серии, не зарабатываете. Почему я уже сегодня буду с Газпромом работать? Вот сейчас они мне должны через полчаса позвонить. Я уже положила деньги на карточку. И сейчас мы будем с ними активировать счет. На какую сумму? Ну, какая разница вам, а? Да вы зачем меня обманываете? Я не пойму. Ну, почему же я вас обманываю? Просто детский сад. Ну, почему же я вас обманываю? Я же вам говорю, вот звоню в Газпром. Я сходила в банк, положила денежки на карточку. Сейчас мы будем активировать счет. Я буду связываться с аналитиком. У меня будет личный кабинет. Вот. А что? Конечно. И как называется компания? Это Стром Инвест Холдинг. Стром Инвест Холдинг. Да. Что это? А как? И какая же сумма? Аптимация торгового счета? Ну, я хочу с 50 тысяч рублей начать. Ничего себе. Там же есть минимум. Ну, зачем мне минимум? Ну, зачем мне минимум, что я заработаю с 15 тысяч рублей? 50 хоть будет какая-то сумма. Конечно. Да. Вы интересные сказки рассказываете. Почему интересные сказки? Я могу вам вот даже сказать, я видела рекламу, например, в Ютубе и зарегистрировалась у них. Вот только сегодня я зарегистрировалась, и они звонят. А видите, а у вас очередь. А я не хочу встать в очереди. О, ничего себе. Ну, что ж ничего себе. Вы кому-то другому свои сказки порассказывали. Ну, почему же сказки? Я в этой жизни уже более пяти лет. За что вы мне тут рассказываете? Это смешно звучит. Ну, почему же сказки? Что вы сказки? Вы знаете, что такого не существует? Как не существует? Если они мне вот звонили, сказали ИНМ, сказали номер лицензии, и сказали, что они находятся в башне федерации на Пресненской 12. Что же это? Обман, что ли? Я все узнала. Я могу сказать, что все что угодно. Ну, вы считаете, что это все обман? Ну, мне кажется, по вашим словам, да. Почему это обман, по-моему, я вам? Что я вам не так сказала? Это мое субъективное мнение. Ну, изначально, ну, я думаю, вам звонили с этой компанией, что-то рассказывали явно. Ну, да. Но вы, мне кажется, не согласились и не будете приступать. Я просто наглыми обманываюсь. Зачем я не могу понять? Нет, я буду приступать. Ну, что же вы? Мы же же договорились. И сейчас уже будем активировать счет. Да, конечно. Ну, а что? А что вы мне это сомнение вводите? Что мне не нужно активировать счет? Я же хочу зарабатывать на счет. Да, это ваше право. Вы говорите, много заявок оставили. А почему вы до сих пор не приступили? Что вас останавливает? А потому что мне никто не звонил. Ну, это невозможно. Как невозможно? Вот вы говорите, 6 дней назад я оставила заявку. 6 дней же, значит, мне никто не звонил. Правильно? Ну, и вы говорите, что я вас обманываю? Да. Почему? Потому что вам звонили до этого в моей компании. Я вижу комментарии. И что они сказали? И что там в комментариях? Вы актисты в театре. Да это неправда. Ну, я, конечно, работаю актрисой. Ну, это же не значит, что... И что тут такого, если я актриса? Это актрисы, что не люди, что ли? Ну, тишина, ну, пропала. Тишина, да вы просто актриса и постоянно играете свои роли. Какие роли? Вы позвонили, вот вы мне позвонили, чтобы вот так вот со мной разговаривать, чтобы кричать на меня, да? Вы хотите... Ну, вы хотите портить мне настроение, да? Я не пойму. Мне кажется, вы обижены жизнью, поэтому так реагируете. Ну, как? А у вас вообще был какой-нибудь опыт в инвестициях? Опыт не был. Очень хочу получить. Очень хочу получить. Что хотите получить? Опыт в инвестициях, в инвестировании хочу получить. И ни с кем не могу его получить. Почему хотите инвестировать? У меня прям инвестирование, как первый секс. Хочется получить, но нет с кем. Ну, что это такое, а? Да по вашему поведению это понятно. Ну, а что с моим поведением не так? Кто же будет работать с таким человеком, как вы? А что же не так во мне? Почему же со мной никто не хочет работать? Кто меня там подслушивает? Потому что вы полностью достроите. Кто меня подслушивает? Зачем вы меня поставили на громкую связь? Это нехорошо. Громкую связь. Ну, почему же... Такую громкую связь, Райчел. Ну, когда эхо идет, это значит, вы свою гарнитуру дали еще кому-то. И вы отключаетесь, я слышу тишину. Отключаетесь? Да нет, у меня шумоподавление стоит на наушниках. Да? А я слышу музыку, у вас там весело так. Ну, потому что я нахожусь в центральном офисе. А где ваш офис находится? А где вас тоже? В ваш офис вот находится. Я вот все хотела узнать. Никто не рассказывает. Никто не расскажет? Ничего себе. А как же так? Вы только что утверждали, что вот вам газпром рассказал. А вы почему мне не говорите, где ваш офис? Вы не задавали этот вопрос. Ну, вот я задала. Можно узнать? Пресненская набережная 14. А, уже 14? А вы что, с 12 переехали уже? А, это же Газпром с 12. У вас 14, я поняла. Вы, короче, по всю Пресненскую набережную заняли там, да, по ходу? Субтитры сделал DimaTorzok